Меня зовут Миша Муромцев, и вы смотрите невылизанный обзор. Сегодня на обзоре у нас будет камера RICO GR3. На самом деле камеры в руках у меня нет, но у меня была возможность поснимать с этой камерой один день, и, собственно, у меня сложилось впечатление, опыт использования, и мне достаточно было походить с ней один день, чтобы понять вообще, что это за штучка, и хочу ли я ее себе или не хочу ли, а вот могу ли или не могу, это уже другой вопрос. Это будет довольно-таки нестандартный обзор, потому что я просто расскажу свои ощущения, что я обычный человек, я там не задрот какой-нибудь фотографией. Да, я уже занимаюсь фотографией больше 10 лет, наверное, уже 11 или 12. Я никогда не любил вот это вот задрачиваться там, сколько мегапикселей, какая диафрагма, какая выдержка. Да, я в этом разбираюсь, но меня не парит. У меня диафрагма там 4, 2, 8 или, не знаю, там 1, 2. Не по барабану. То есть по большому счету 1, 2 я вообще не считаю какой-то превосходной диафрагмой, потому что мне больше нравится снимать стрит-съемку и студийную съемку. Не знаю, где нужна диафрагма 1 и 2, чтобы... что? Это будет мнение просто человека, который себе ищет удобную камеру для стрит-съемки и для повседневной фотографии, которую не впадло с собой взять, которая всегда под рукой и просто красивая. Погнали по плюсам. У меня вот здесь есть такой небольшой списочек на планшетике, и сейчас будем по плюсам и минусам. Эти плюсы и минусы важны для меня. Это не значит, что они подойдут вам или там не подойдут вам. Вы можете это послушать и разделить мое мнение, так как вы наверняка, если смотрите это видео, значит интересуетесь этой камерой RICO GR3. Ее компактность. Вес этой камеры 257 грамм. Прикиньте, вес айфона Pro Max 240 грамм. Это считательно то же самое. Я когда ее взял в руки, я вот так вот тремя пальчиками ходил, фоткал, меня это вообще удивляло. Легкая, маленькая. Притом, я поймал себя на мысли, что я хожу с этой камерой в кармане брюк, и она не оттягивает этот карман брюк, с нее штаны не сползают, и как бы в целом в любой кармашек она помещается, и вот ты ее в руке носишь, и как бы вообще не напряжно. Это вот то, что мне нужно по размеру и по весу. Второй плюс, да, кстати, это был плюс, быстрота включения. Быстрота включения у нее неносная, я не знаю, наверное, даже секунды не проходит, наверное, полсекунды, ты нажал кнопку, она сразу, все, готова к съемке. Я вот даже, ну, где-то здесь видео будет приложено, как я включал. У нее хорошее разрешение 24 мегапикселя, хотя я сам говорил, что я не буду про мегапиксели и технические параметры, но плюсиком это является, потому что можно легко кропить фотку в два раза, я некоторые и в три раза кропил, и меня качество вполне устраивает вообще. Если что, вот этот принт, вот этот принт, он снят на айфон и распечатан в таком размере, и он висел на выставке, и как бы никто не выкупал, что это снято на айфон. Следующий пункт, она очень красивая, красиво выглядит, стильная. У нее можно менять вот эти колечки, вот мы докупили там с другом, я брал камеру у друга, мы купили ему, у него было в стандарте серое колечко, мы купили ему синий, синим кольцом, синим ремешком, смотрится вообще просто секс. Охрененно выглядит просто. Камера должна выглядеть красиво, чтобы ее хотелось всегда с собой брать. Если камера не выглядит красиво, если камера не является удобной, то вы скорее всего посмотрите и такие, блин, да ну ее нахрен, не хочу ее брать сегодня. Она тяжелая, мешаться будет, и не факт, что я вообще что-то буду снимать на нее, и все. Вы лишили себя хоть каких-то шансов снять хоть что-нибудь, потому что вы даже камеру не взяли. А если она будет красивая, миниатюрная, удобная в транспортировке, то, конечно же, вы ее будете брать каждый день. Вот когда у меня была лейка, я ее каждый день с собой брал, просто потому что это лейка, ну чтобы повыпендриваться. И знаете, вот я на лейку снял за год использования, я снял на лейку больше, чем за три года до этого. У меня огромный архив скопился в фотографии. Ну, естественно, я много чего не публикую, но скопился. Короче, красота — это важный пункт. Встроенные цветовые фильтры. А, да. Пятый пункт — это встроенные цветовые профили, которые являются имитацией фотопленок. Я вот сейчас начал снимать на пленку. У меня вот есть пленка. И, знаете, такой цвет, какой есть на пленке, очень трудно добиться на цифре. Да, его можно добиться, но по факту ты такой берешь суперчеткую цифровую фотографию и просто ее портишь. Сверна накидываешь, четкость убираешь, цвета там чуть-чуть меняешь. Ну, и в целом ты такой типа испортил качественную фотографию в некачестве, она уже похожа на пленочную. Там уже встроенные есть цветовые эти профили, и они реально крутые. То есть я снимал, и мне даже не возникало мысли, что нужно взять эту фотку и добавить туда цвета. Но если только хочется какое-то настроение определенное передать, тогда да, хочется поменять цвет, поменять контраст. Но исходники с вот этими цветовыми профилями получаются очень классные, приятные. Шестой пункт — это съемка видео. Она умеет снимать видео. Да, это не сильная сторона этой камеры, но они никогда не позиционировали себя как там в камеру с функциями, с крутыми функциями видео. Просто камера, которая умеет снимать видео на всякий случай. Типа там сториз подснять, какой-нибудь, не знаю, момент прикольный. Ну, в целом оно там Full HD 60 кадров. Это вообще вот так вот. Да, оно без стабилизации. И это, кстати, минус. Он в списке минусов, что нет стабилизации видео. Но это такой минус, высосанный из пальца. Я придумал, чтобы было хоть сколько-то их. Седьмой плюс — есть... Что есть? Большая... А, есть горячий башмак. Это тоже огромный плюс. Если ты хочешь использовать эту камеру в студии, ты можешь нацепить на нее синхронизатор и снимать уже со вспышками, как полноценная камера. Или, допустим, на камеру вспышку надеть и тоже снимать. Можно видоискатель воткнуть. Кстати, отсутствие видоискателя — это тоже минус. Но видоискатель можно воткнуть, но тогда камера уже не становится такой миниатюрной. Она все-таки становится уже вот этот вот торчит на болтажник, и это уже в карман не уберешь. Ну, короче, надо чем-то жертвовать. Чтобы что-то было, надо, чтобы что-то не было. Восьмой пункт — это, опять-таки, к ее компактности можно вернуться. Но я выделил почему-то отдельным пунктом. Это ее миниатюрность. То есть люди не замечают эту камеру. Ты ходишь, я шел, фотографировал, мимо проезжал, фотографировал людей в машинах, и на меня вообще никто внимания не обращал. Даже никто не видел, что я их фоткаю. Потому что камера настолько маленькая, что даже не видно, что она у тебя есть в руке. И люди как-то не обращают внимания. Не то, что ты когда-то там снимаешь на какой-нибудь вот... Попробуй не заметить такое. Еще вот с таким объективом. А это самый миниатюрный объектив. Она миниатюрная, и в этом ее огромный плюс. Также, когда вы придете в какой-то там музей, не знаю, там, объект, где запрещена профессиональная видеосъемка или фотосъемка, вы можете достать вот эту малышку, и все-таки посмотрят, подумают, ну а что-то он какую-то хрень снимает на цифровичок. Ну и ладно, пусть снимает, он ничего хорошего не сделает. А по факту это волк в овечьей шкуре. Шумоподавление. Девятый пункт. Шумоподавление. Потому что оно очень хорошо отрабатывает. У меня на моем Кеноне есть шумоподавление. Я там задираю ISO до 20 тысяч, и вообще все отлично. Никто никогда в жизни мне ни разу не сказал, что там, ой, шумные фотографии или шумные видео. Все вообще делает изумительно. Шумоподавление отрабатывает хорошо. В Рика тоже охренительное шумоподавление. Оно свою работу делает. Я выставил автоматическое ISO, чтобы не крутить постоянно, потому что хочется же быстро снимать. Street это про быструю съемку. Достал, щелкнул, и все. И оно должно как бы наполовиночку автоматизировано быть. Но так как я не люблю именно почему-то ISO регулировать, то есть выдержку, диафрагму, это как-то мне несложно. А вот ISO бесит. Я поставил ISO от 100 до 6,5 тысяч диапазон. На 6,5 тысячах, ну, у меня там было пару кадров всего лишь в помещении, и то, ну, то есть нет ни шумов. Кстати, все фото тут, скорее всего, где-то уже вы видите, и они приложены, и, короче, шумоподавление, короче, кайф. Десятый пункт. Это прям классная плюшка. Есть макро-режим. Макро-режим это что? Свобода для творчества. Можно снять какие-то классные макрофотографии, типа глазки, там цветочки, пчелки. Но на самом деле нет, возможности макросъемки гораздо больше. Это огромный плюс, я считаю. Выделить легко, не напрягаясь, то есть я не люблю вот это вот сидеть выдумывать, там надо же придумать вот это, а вдруг люди подумают про вот это. Я рассказал свое мнение, какие плюсы для меня были важны, какие мне понравились. Теперь я пройдусь по минусам, их всего 4, два из них я уже назвал, но я повторюсь. Значит, огромный жирный минус, который перечеркивает эту камеру для многих людей, для многих фотографов, это то, что она мало держит заряд. Заряда хватает реально, ну, типа фотографии на 300, не больше. То есть я могу зарядку искреначить там, ну, за 40 минут. Получается, сколько мне надо аккумуляторов, чтобы часа 4 походить, поснимать, погулять? Получается 4, как минимум. А аккумуляторы на минуточку стоят 6500, один. Да и камера-то сама, они дешевые тоже, но зато ее компактность... Ладно, про это потом. Следующий минус, это отсутствие видоискателя. Как я уже и сказал, этот минус можно решить, купив дополнительный видоискатель, но почему это минус? Потому что экран, в который ты смотришь, когда ты фоткаешь, он не очень яркий. Если яркость поставить на максимум, как там есть возможность такая, то у тебя получается быстро очень садится аккумулятор, еще быстрее, чем ты поставишь его на серединочку. Соответственно, камера быстро разряжается. А когда у тебя экран стоит на серединочке, то у тебя не очень-то и видно в него что-то. Ладно, видно, но не вау. В солнечной погоде будет прям проблема, как с айфоном. Знаете, вот когда ты фоткаешь и такой на ощупь чисто. Как бы это минус, да, существенный. Наверное, вот он как раз идет второй после аккумулятора. Он решаемый, но опять-таки, вот накидной вот этот вот глазок, короче, мне не устраивает. Что еще у нас есть? Минимальная. А, выдержка там еще. Блин, там минимальная выдержка 2,5 тысячи. Я не знаю, в интернете пишут 4 тысячи. Я так понимаю, это с учетом ND-фильтра. Потому что в этой камере встроен ND-фильтр. Это как бы плюс, но его встроили для того, потому что там больше выдержки-то и не может быть. То есть больше 2,5 тысячи ты не можешь накрутить выдержку. Вот в солнечную погоду, это прям problems. Потому что пересвет огромный. Включая ND-фильтр, там можно в авторежим на самом деле поставить. Причем он физический ND-фильтр, там такое стеклышко. Появляется, пропадает, появляется, пропадает. Кстати, у меня еще вопрос к тому, насколько быстро этот ND-фильтр отъедет. При таких частых туда-сюда движениях. Мне не удалось поднимать солнечную погоду. Это был обычный пасмурный день. Но, скажем так, 2,5 тысячи ND-фильтр в целом справлялись. Ну, можно как бы закрыть диафрагму. Ну, тоже, можно, да, стрит-съемка не брезгует с закрытой диафрагмой, потому что там не приветствуют вот этот вот бокет, там, и все такое. Стрит-это вот показать картину улицы, да, района, на котором ты живешь. Ладно, это шутки такие у меня. И четвертый минус, нет стабилизации для видео. Просто так написал, чисто, чтобы было их 4, а не 3. Вот, по факту это, ну, так, чисто предъява. Что могу сказать про камеру? Она крутая. Мне очень понравилась. Вот эти все минусы для меня вообще не имеют значения. Я вот, как только у меня появится возможность, сразу же куплю себе эту камеру и буду гонять на нее снимать. Это реально то, что нужно каждому фотографу, чтобы развивать свою насмотренность. Вы можете, конечно же, использовать айфон в качестве камеры, которая у вас всегда под рукой, но почему-то многие не используют. Я вот использую по максимуму. Мне кажется, я айфон использую по максимуму. Я всегда на него фоткаю, потому что, чтобы развить насмотренность и расширить, так сказать, свой кругозор мыслей в мире фотографии и картинки, нужно каждый день снимать. Есть такая девочка, фотограф Полина Вашингтон, она говорила, у нее есть такая практика, визуальный дневник. Она просто ходит, каждый день что-то снимает. Вот просто идет она по делам на работу, видит, о, достала телефон, фотканула, достала камеру, фотканула. И вот она каждый день что-то снимает и что-то выкладывает в сторис, там, не знаю, в посты. И у нее каждый день есть материал, и каждый день ее насмотренность прокачивается и растет. Я начал делать так же буквально пару лет назад, наверное, как я на нее подписался. И с тех пор мой уровень насмотренности, уровень картинки, которую я вижу, вырос в разы. Потому что я даже сам, когда фотографирую, смотрю на свои фотографии, думаю, блин, ну это просто шедеврально. Просто проблема вся в том, что пока у меня маленькая аудитория, но я над этим работаю. И как только аудитория вырастет, тогда, скорее всего, придет признание. Потому что больше людей увидят мои фотографии, мои работы, и больше появятся ценители у моего творчества. Может быть, кто-то не согласен с моим мнением, может быть, кто-то считает, что я где-то неправ. А может быть, наоборот, кто-то меня поддерживает и считает точно так же, как и я, что это топчик камера. Подписка, лайк, коммент, всех люблю, обнял. Я Миша Муромцев, позитивный человек, и это невылезный обзор. Субтитры сделал DimaTorzok